Одесса, 3 марта 2023 года, ночь со 2 на 3 марта в Одессе области прошла спокойно напряженно. Сигналов воздушной тревоги, канонады работы ПВО и ракетных прилетов в Одессе области не было. Вчера вечером в России, в Коломне, произошел сильный взрыв и начался пожар. Речь идет о взрыве и пожаре на заводе, где раньше изготавливали ракеты «Кинжал» и ракеты «Искандер». Видимо, кто-то курил в очень неположенном месте. Но мы с вами знаем, что в России все идет по плану. Сегодня, 3 марта, Соединенные Штаты Америки объявят новый пакет военной помощи для Украины, в который войдет огромное количество снарядов для РСЗО «Хаймарс». Политическое руководство Венгрии собирается создать военно-политический блок без США. Туда войдет Венгрия и Венгрия. Китайский Алиэкспресс полностью заблокировал продажу любых дронов для клиентов из России. 2 марта парламент Молдовы в первом чтении принял законопроект о замене всех официальных документов с молдавского языка на румынский. По данным агентства «Медиазона», число мобилизованных россиян превысило 500 тысяч человек. В начале апреля в Одессе и Днепре рестораны «Макдональдс» вновь продолжат свою работу. Французская республика собирается передать вооруженным силам Украины свои истребители «Мираж», а пилотов собираются готовить на базе НАТО в Польше. «Укрэнерго» в Одессе и Одесской области 3 марта будет подавать электроэнергию в дома жителей Одессы и Одесской области в полном объеме. Также сообщается, что 3 марта все маршруты общественного электротранспорта в городе Одесса будут работать. Спасибо, что посмотрели этот ролик, поставили лайк и подписались на канал.